Добрый день! Мы продолжаем рассматривать серию Milong в Балтитовом исполнении от компании Moe. Я уже рассказывал свое мнение о кубике 3х3, теперь пришло время 2х2, на нем открутил я тысячу сборок. Но с момента публикации предыдущего видео ко мне подъехала еще пирамидка, совсем свежая. Изначально ее даже не анонсировали в серии, но по крайней мере я не видел. Упаковочка уже отличается. Если с 2х2 по 5х5 коробочки абсолютно одинаковые, кроме рисунков, то у пирамидки уже коробка другая и комплектация тоже более скучная, состоит из пирамидки и одной инструкции. Потестирую, посмотрим. Немагнитная версия была просто отвратительная, посмотрим что будет с магнитной. Мне сейчас уже 5 пирамидок, на которых стоит крутить тысячу, видимо немного прокачаюсь. Но об этом когда-нибудь потом. Сейчас же речь о кубике 2х2. И это не он, это не магнитный мейлонг, его сразу отложим в сторонку, магнитный соответственно находится внутри. Быстренько пробившимся по комплектации, которая чуть-чуть отличается от всех кубиков. И только тем, что здесь вот есть такая вот пластиковая штучка, которая фиксирует положение кубика в коробке, чтобы он не болтался. Как я сказал, коробки все одинаковые, это очень удобно, хотя позволяет их перепутать, когда их много в одном месте стоит. Но чтобы они были все одинаковые и двушка не болталась, дополнительный фиксатор сюда положили. Подставка, кубик и... Я минуты 2 или 3 с помощью линейки доставал эту коробочку из упаковки, даже слегка порвал. Мне просто очень не хотелось разрезать здесь скотч, для этого искать ножик и прочее. Я смог, слегка помял, но все ради чего, чтобы показать, что здесь карточка, короткая инструкция, еще одна карточка. И мне надо было достать вот эту отверточку. Все, подставку, отвертку убираем, карточки, инструкцию, ну, она вообще крохотная, рассматривать не будем. Все, обратно, доставал дольше, чем смотрели. Забираем. Как обычно, куда интереснее сам кубик. По строению от немагнитной версии он мало чем отличается. Да, вот вы на картинке сейчас увидите, есть магниты, но форма деталей такая же. Разбирать ее сейчас не буду, смысла нет. Но по цвету отличия есть. В видео про 3х3 я об этом умолчал, не придал значения, но в комментариях спросили, я уточнил. Да, действительно, магнитная серия более темная. Но более того, если не знаю, это видно ли на камере, наверное, на белом будет заметнее. На немагнитной версии пластик просвечивает и вид такой немного грязноватый кажется, особенно видно на оранжевом. На магнитной версии то ли сделали его чуть потолще, то ли краски поярче добавили, но выглядит гораздо лучше. Ну, немножко вот потемнее стало. Это все отличия. Размер кубика 50 мм, что того, что другого. Вес немагнитной версии 50 граммов, магнитный 55. Вращение. Вращение магнитного кубика, естественно, более контролируемое. Я считаю немагнитный Милонг очень удачным бюджетным кубиком и советую всем новичкам, которые впервые в руки берут 2х2. Очень хороший кубик без магнитов. Он дешевый и отлично вращается. Если сравнивать его с каким-то, ну, совсем простыми бюджетками, вращение из коробки у него просто удивительное. То есть, очень хороший кубик. Кто берут ее в руки после каких-то там палаток, все в восторге. Магнитная версия тоже, конечно, хорошая. Это тот же самый кубик, но с магнитами. Но изначально из коробки кубик сильно затянут, из-за чего он лакапит. Он достаточно громкий. И отношение к нему у меня менялось раза два, наверное. От того, какая это неудачная модель, до вполне неплохой себе кубик. Первые 100 сборок я, как обычно, вращаю на заводских настройках. И это кручение мне совершенно не понравилось. Я открутил сборок 300 на тех настройках, что были с завода. После чего стал постепенно ослаблять и достиг какой-то конфигурации, в которой можно вращать. Да, кстати, также обращали внимание, что магнитная версия как бы более глянцевая. На самом деле она примерно такая же. Просто после 1000 сборок матовость слегка теряется в сторону глянца. А на этом кубике, на немагнитном, я, естественно, столько не крутил. Он только из коробки. Поэтому матовость примерно одинаковая. Она со временем стирается так же, как и на ганнах. В итоге я открутил на нем 1000 сборок. Вполне неплохо. Рекордов каких-то особых не поставил. Была одна интересная сборка, к которой мы вернемся чуть позже. Но кубик оставил такие средние впечатления. После него я взял на тестирование кубик 2х2 Шинкшоу Мистер Эм. Да, такой существует. Он, наверное, не очень популярен, но он и есть. Нереально быстрый куб. Сейчас пока в процессе тестирования. Но вот, повращал на нем сборок, не помню сколько, 300-400. Взял в руки опять Милонг. И Милонг показался, ой, какой хороший. По сравнению с Шинкшоу. Но тут еще в процессе настройки все понятно. И, как бы, Милонг вполне приятный кубик. Всем нравится. Крутится быстро, только шумноват. Но, перед тем, как записывать это видео, я достал еще несколько своих двушек. К примеру, это Юксин Литл Мэнджик. Да, тоже будет тестироваться, пока я даже не начинал. И, соответственно, МС от Мафанга. Ну, и понятно, что с Юксином пока сравнивать нельзя. Я вообще считаю, что двушки оценивать и сравнивать друг с другом менее, чем через 1000 сборок, ну, не совсем хорошо. Открутить на двушки 1000 это достаточно быстро. Прерывание можно и за день. Но можно между делом, не напрягаясь, сделать это, конечно, за чуть больший срок. Но за это время привыкаешь к кубику, притираешь его, настраиваешь как надо и показываешь уже какие-то серьезные результаты. Ну, и если взять кубик МС от ЧАИ, то по сравнению с Милонгом он наглого выше. МС это по сравнению с бюджетками как будто топовый куб. Я также достал ГАН 251, давно им уже не крутил, хотя считал его там основным. Повращал его и, да, МС сопоставим с ГАНом. Ну, ГАН, конечно, уже давно не смазанный лежит, сейчас МС крутится даже лучше. Но я не говорю, что ГАН хуже, просто МС я крутил позже. И что же получается? Если принимать во внимание, что вот это две бюджетки, а у МС вращение топового кубика, то МС, естественно, лучше. Но Милонг подешевле. У него покомпактнее коробочка, значит за доставку платить будете меньше, поскольку меньше масса кубика вместе с упаковкой. Можно ли им вращать? Да, вполне. И вполне удачно, и вполне неплохо. Но что выбрать, если у вас есть такой выбор, Милонг или МС? Однозначно МС. По крайней мере, для моего стиля вращения, МС значительно лучше. Ну и на Милонге можно спокойно собирать. Я продолжу тестирование и Мистер М, и Магнитного Литл Мэджика. И в конце сравню все вот эти четыре бюджетки. ЮПО-2М еще есть. Да, ЮПО мне тоже больше нравится, чем Милонг. Но Милонг имеет право на существование, и в серии он тоже смотрится неплохо. Хотя, трешка показала себя значительно интереснее. Ну и как я говорил в начале видео, покажу одну интересную сборку, которая вряд ли у меня рекордная. Секунда 67 получилась. Скрамбл, если видно, вот такой. Давайте перемешаем по нему кубик. У-2Р, У-штрих, Р-штрих, У-штрих, Р-штрих, У-штрих, Р, Ф, У-2, Ф. Столько много движений. И если посмотреть на этот скрамбл, то бросается в глаза сразу правильный оранжевый блок. К нему можно сразу доставить вот этот уголок. Получится три. Но если обратить внимание, здесь есть еще один оранжевый, который можно подставить сюда. Собрать правильный слой и Фридрихом дорешать. Так. И потом Т1. И была бы вполне неплохая сборка. Ну, я то ли не заметил оранжевого, то ли, не зная, что в моей голове было, я решил начать с зеленого цвета. Понятно, что на 2 на 2 нужно собирать с любого цвета. Это гораздо эффективнее. То есть, если здесь оранжевый блок правильный, то и зеленый блок тоже правильный. Здесь у нас есть зелененький, который стоит на противоположной грани. И есть еще один вот такой зеленый. Стоит неудобно. Почему-то я стал чаще делать вот такие движения. То есть, вот этот зеленый. Отвожу сюда, назад. Двойным движением ставлю его на место. И в то же время с перехватом перевожу вот этот уголок в нужную позицию. Откуда делаешь трехходов, как кубик собирается. Еще разок покажу. Блок. Уголок. Уголок. То есть, мы отводим вот такими движениями. Ставим этот и выводим вот этот. И пиф-паф. Внутри хода пиф-пафа кубик собирается. Секунда 67 была сборка. Да, можно сделать гораздо быстрее. Попробуйте сами собрать по этому скрамбу. Напишите свои результаты в комментариях. Будет интересно. Ну и уверен, что там меньше секунды и еще меньше можно собрать. Опять же, если заметить зеленый, а не собрать с оранжевого. Ну, я владею только Фридрихом и Ортегом. Без всяких методов СВЛ, ЕГЭ. Только Фридрих и Ортега. Ну и использую то, что умею. Мне этого хватает для того, чтобы собирать в районе 5 секунд. Ну вот, меньше двух тоже иногда бывает. Неплохой кубик, но есть лучшее. И мы с тому подтверждение. А на этом все. Всем спасибо. Всем пока. Но об этом все когда-нибудь потом. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok